Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на ваши вопросы, детские и не только. Сегодня я отвечу на вопрос Валерии. Киты умеют пускать фонтаны из дыхательного отверстия. Существует мнение, что это вода, которую они заглатывают ртом. Это показано в мультике в поисках Немо. Разве дыхательная система у китов не разделена с пищеварительной? Друзья, ну хочу сказать, что я очень люблю мультики, в том числе я хорошо отношусь к мультику в поисках Немо, но надо сказать, что все-таки мультфильмы не могут служить источником биологических знаний. И наверняка вам встречались, например, птицы с зубами в детских мультфильмах и многие другие такие биологические ляпы. Кстати говоря, вы можете писать в комментариях, если что-нибудь интересное по этому поводу вспомните. Там же действительно, быки с выменем. Ну вообще, очень много всяких приколов, которые появляются в мультфильмах, ну не знаю, намеренно или может быть просто случайно от незнания. Так вот, давайте же все-таки выясним, во-первых, что это задыхательное отверстие у китов. Надо сказать, что это ноздри. У предков китов и у древних самых китов ноздри находились на конце морды, но постепенно в процессе эволюции ноздри смещались на самую высокую часть спины. Ну и согласитесь, что это, в общем, достаточно удобно. Киту нет необходимости высоко выныривать. А с учетом того, что у него, как правило, у китов, у всех шейные позвонки сросшиеся, им было бы не очень удобно поднимать голову, задирать голову из воды, чтобы вдохнуть. А так, киту достаточно лишь поднять верхнюю часть спины из воды, чтобы вот эти вот ноздри его, которые называются дыхало, появились над поверхностью воды и можно было вдохнуть. Так вот, возникает вопрос, а что это за фонтаны? На самом деле эти фонтаны – это вовсе не вода, а, скажем так, это пар, который подается просто таким вот сильным дыхательным движением под давлением. Откуда берется пар? Киты дышат, в их легких содержится воздух, и когда они всплывают, чтобы выдохнуть, этот теплый влажный воздух попадает в атмосферу, которая значительно холоднее, пар конденсируется, и, соответственно, получается видимость фонтана. У разных видов китов дыхало устроено по-разному, поэтому знающие люди по форме фонтана могут даже определить вид кита. Ну и надо сказать, что по-разному устроено дыхало у зубатых и усатых китов. У зубатых китов одно отверстие, то есть как бы ноздри срослись, образовав одно отверстие на спине, а вот у усатых китов два отверстия. Еще вопрос, действительно ли во время того, как кит ныряет и выныривает, может ли вода попасть в пищеварительную систему? У дыхало есть клапаны, которые закрывают отверстие в тот момент, когда происходит соприкосновение с водой. Что касается устройства гортани, у нас, например, и у других наземных животных есть гортаник, который, например, когда мы принимаем пищу, закрывает вход в дыхательные пути, чтобы случайно туда не попаяла пища или вода. У усатых китов, в принципе, схожее строение гортани, но и еще у них вот эти вот хрящи гортани срастаются в такую трубку, которая проходит сквозь пищевод, и, соответственно, дыхательная система абсолютно изолирована от пищеварительной системы, и никак не может, например, пища попасть в дыхательные пути или наоборот, соответственно, вода при вдыхании тоже не попадает в пищеварительную систему. То есть вот эта вот история про китайские мультфильмы «В поисках Нема», конечно, это вымысел. У зубатых китов все гораздо интереснее. Как я уже сказала, у них дыхало открывается одним отверстием наружу, но потом это отверстие разделяется на два канала, и эти два канала снабжены особыми такими складками мускульными, которые называются вокальные губы. Причем на одном канале вокальные губы более крупные, и они используются для того, чтобы создавать такие звуки, напоминающие щелчки, на другом они поменьше и создают звуки, которые напоминают нам свист. Кроме того, над вокальными губами и под ними есть особые воздушные мешки. То есть когда животное вдыхает, часть воздуха остается в этих воздушных мешках, дыхало закрывает клапаны, и дельфин под водой, например, может издавать звуки за счет того, что он через вокальные губы из одного мешка в другой гоняет воздух. И благодаря тому, что у него две пары вокальных губ, он может одновременно издавать два разных звука, ну, к чему, к сожалению, наш организм как-то не приспособлен. И эти звуки они используют и в общении друг с другом, даже есть такое предположение, что у дельфинов существует свой язык, а кроме того, они могут использовать эти звуки для их локации. Это особенно важно для тех дельфинов, которые живут в малопрозрачной воде, ну, например, в дельтах рек, где вода мутная, и, соответственно, их локация им совершенно необходима для того, чтобы нормально искать добычу. Если зубатые киты при помощи своих дыхал могут общаться, издавать звуки, могут издавать звуки, чтобы ориентироваться в пространстве, то есть использовать их локацию, то усатые киты, а точнее горбатые киты при помощи своих дыхал могут охотиться. Как это? Для групп горбатых китов известен такой способ охоты, очень интересный, как пузырьковые сети. То есть несколько животных собираются вместе, они обнаруживают косяк рыбы, и есть среди китов один, скажем, главный, он подает сигнал, и все киты опускаются под косяк рыбы где-то на глубину порядка 50 метров. А что же происходит дальше? А дальше они начинают вокруг косяка рыбы спиралью всплывать наверх, и при этом они из дыхал выпускают пузыри воздуха. И вокруг косяка рыбы создается круговая сеть из пузырьков. Это дезориентирует рыбу и сбивает ее еще в более плотненькую такую массу. И когда сеть создана уже до поверхности воды, все киты ныряют внутрь этой сети и широко раскрывают свои пасти, которыми они, как ковшами экскаватора, захватывают просто огромное количество рыбы сразу, одновременно. То есть вот таким образом дыхало помогает горбатым китам довольно успешно охотиться и получить сразу огромную массу пищи. Ну что ж, друзья, пишите нам свои новые вопросы, не забывайте подписываться на наш канал и приходите к нам в музей. Мы всегда очень рады вас видеть, и у нас всегда есть что нового вам показать и рассказать. Всем хорошего дня, пока! У разных видов китов дыхало устроено по-разному, но постепенно в процессе эволюции морды смещались. Нормально! Нормально! Нормально!